Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с очередного коррупционного скандала. Директора спортивной школы Олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» обвинили в растрате бюджетных миллионов и получении крупной взятки. Сегодня Держинский районный суд Новосибирска арестовал его на время следствия. Заседание по избранию меры пресечения закрыли от СМИ. Известно, что представитель СК просила отправить Дмитрия Оленикова в изолятор. Его адвокат настаивал на домашнем аресте. СК постановил избрать в отношении обвиняем Оленикова в мере пресечения без заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 2 июня 2024 года. Утворить ходатайство следователя. Как следует из материалов дела. На протяжении двух лет спортивный управленец сдавал в аренду бассейн в центре Новосибирска сторонней организации, оказывающей услуги по занятиям детским плаванием. Ущерб мэрии и правоохранители оценили в 6 миллионов рублей. За указанные незаконные действия Олеников получил взятку в особо крупном размере в сумме, превышающей 1 миллион рублей. Директору муниципально-автомного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступлений, присмотренных частью 4 статьи 160 и частью 6 статьи 290. Факт выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями городской полиции. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии они провели обыски в офисе и у фигуранта дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. В результате обнаружены изъяты документации, системный блок, три аппарата без наличной оплаты, два кассовых аппарата, три ноутбука, 13 сотовых телефонов, 9 флеш-карт, документ на недвижимость и автомобили. Четыре банковские карты, полтора миллиона рублей, более тысячи долларов и 150 евро. Расследование дела возбужденного СК контролирует прокуратура региона. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств. В железнодорожном суде Новосибирска начали рассматривать дело бывшего директора театра «Красный факел», которого уличили в превышении должностных полномочий и растрате. В защиту Александра Кулябина выступили коллеги по цеху. Они считают его уголовное преследование несправедливым. Мне сложно судить, я не знаю всех нюансов, но мне даже отчасти, в принципе, все это кажется каким-то страшным сном. Мы пришли поддержать нашего, не побоюсь этого слова, друга в эту непростую для него минуту. В оборот, пожилого деятеля культуры взяли год назад. Двое суток продержали в изоляторе, но отправлять в СИЗО не стали. По версии следствия, в декабре 2014-го директор театра назначил своего сына Тимофея на должность главного режиссера и незаконно выплачивал ему ежемесячную контрактную надбавку. По подсчетам правоохранителей, за время работы Кулябина-младшего в «Красном факеле» из бюджета ему перечислили больше 5 миллионов рублей. Кроме того, оперативники ФСБ выявили факт неправомерного использования Александром Кулябиным госсубсидии в 1,7 миллиона. А во время обыска в его доме обнаружили присвоенный казенный моноблок. В итоге, экс-директоры учреждения вменили сразу две уголовных статьи. Наш подзащитный виновник не признает. Защита полагает, что в действиях Кулябина никаких признаков состава преступлений не имеется. Защита будет делать все возможное, все, что есть в наших силах, чтобы доказать суду, донести до суда нашу позицию. И в ходе судебного следствия опровергнуть все доказательства, которые были представлены стороной обвинения в адрес нашего подзащитного виновника. Житель Новосибирского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого. В конце декабря 23-го в поселке Восход между мужчинами произошла ссора с серьезными последствиями. Оба участника конфликта были пьяны. Обвиняемый нанес потерпевшему один удар ножом в шею, но довести преступный умысел до конца не смог. Жертва начала активно сопротивляться. Соседи вызвали скорую помощь и медикам удалось спасти раненого. Фигурант уже был дважды судим, поэтому на время очередного следствия его отправили в СИЗО. Грозит рецидивисту реальное лишение свободы. Стрелял по людям, животным и машинам. В Бердске задержали 33-летнего местного жителя, который открыл охоту по движущимся целям. Причем первый он поразил еще летом прошлого года, а после уверовал в свою безнаказанность. Поймать снайпера-самоучку не могли почти 10 месяцев. Вычислить точку, откуда ведется огонь, полицейским было непросто. Звуки выстрелов жертвы не слышали, а в плотной застройке мест, где можно затаиться с оружием, очень много. Однако в результате кропотливой работы оперативникам удалось найти предполагаемого преступника. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли две пневматических винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, насос высокого давления к ней, баночки с пулями, четыре ноутбука, компьютерный системный блок, 11 сотовых телефонов, четыре флеш-карты, сигнальный пистолет и шесть монтажных патронов. В отношении владельца «Арсенала» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Уже установили его причастность к четырем фактам противоправной деятельности. Этот мусоровоз обстреливали не единожды, и каждый раз водитель «КамАЗа» чудом оставался жив. А вот дворнику, который наводил порядок на придомовой территории, повезло меньше – он получил ранение. На этом кровожадный снайпер не остановился и в очередной раз, выйдя на охоту, убил собаку прямо на детской площадке. Чтобы задержанный не скрылся от правосудия, его арестовали и отправили в СИЗО на время следствия. После личного приема прокурора области, на котором жительница Новосибирска пожаловалась на невыносимые условия в пансионате для пенсионеров и инвалидов «Кедр», его еще знают как «Кедровый», было возбуждено уголовное дело. Организацию, которая располагалась в Зайльцовском районе, прикрыли, и у нас есть видео. Мы уезжаем на какое-то время из города, и, соответственно, мы переживаем о своей тете. Дарья с ее слов не могла оставить родного человека, не проверив условия содержания беспомощных людей. И то, что она увидела в том, с позволения сказать, пансионате, ее возмутило. Внешне элитный коттедж, но внутри он не подходил инвалидам, как гласила реклама. Мы же там все, вы видите, пансионаты проверим. Да. Поясняйте, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура, МЧС, специалисты Роспотребнадзора, осмотрев дворец, пришли к однозначному выводу – здесь небезопасно. Грубые нарушения противопожарных правил, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а главное, в этом особом пансионате нет медицинского персонала. Материалы прокурорской проверки явились поводом для возбуждения в отношении директора пансионата уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре. Деятельность организации приостановлена. Подрался с продавцами из-за коробки конфет и под шумок увел золотую цепочку с крестиком. За 35 тысяч рублей. В Новосибирске полицейские поймали уголовника, который промышлял в магазине на Бориса Богаткова. Заявление в дежурную часть написала работница торгового зала. Это она стала жертвой неадекватного покупателя. Когда того задержали, выяснилось, 36-летний новосибирец и раньше имел проблемы с законом. Похищенное он успел сдать в ломбард. Украшения уже изъяли и после следствия вернут хозяйке. Предполагаемый грабитель под подпиской о невыезде. А сейчас, внимание, розыск. Мы покажем две ориентировки на любителей отовариться за чужой счет. Посмотрите. И если можете помочь следствию, телефоны для связи будут на экране. Сотрудников отдела полиции номер 8 Кировский интересует биография и местонахождение женщины, которая в начале марта отправилась на шоппинг с найденной банковской картой. Подозреваемая не отказывала себе ни в чем, пока владелец не заблокировал счет. Ущерб 6 тысяч рублей. В Держинском районе правоохранители ищут мужчину, который также расплатился бесконтактным способом в нескольких магазинах города. Успел потратить 10 тысяч в МВД. Такое деяние квалифицируют по статье кража. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Если поможете опознать фигурантов, анонимность вам гарантируют. И последнее. Пока тащил добычу, чуть все не растерял. В Октябрьском районе города задержали домушника-неудачника. 29-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу, во время отсутствия владельца проник в частный дом и забрал все ценное, что попалось под руку. А это были шлифовальная машинка и медные провода. По клажу на санках он вез к пункту приема цветмета. Но вещи постоянно падали. Тогда злодей сгреб все в охапку и еле донес до места назначения. Вырученные деньги пропил. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Экстрены НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова